Вторая часть ролика «Великие победы России. Мифы и реальность». В этой части я хотел бы поговорить больше о тех событиях, которые ближе к нам. Здесь у меня еще больше шансов доказать, насколько все было раздуто, потому что есть возможность сравнивать и российские, и немецкие источники. И поэтому в основном я буду говорить, как и обещал, о событиях Великой Отечественной войны. Но прежде всего я хотел бы обратиться к таким смешным людям, которые меня критиковали за то, что я постоянно призываю обращаться к Википедии в своей первой части. Господа, профессора, историки, кандидаты и доктора исторических наук. Я, конечно, понимаю, что вы пользуетесь непосредственно источниками из английской большой библиотеки или секретными архивами российских военных ведомств. Вы прямо из первоисточников черпаете свои глубочайшие знания. Но дело в том, что я не могу никого отправить в большую английскую библиотеку, например, Оксфордского или Иллинойского института. Я даже не могу вас направить в мою личную библиотеку для того, чтобы у вас была возможность полистать те книги, которые я в свое время полистал. Мы находимся в интернете, господа. Это такое пространство, где люди должны обмениваться информацией. И у меня нет другой возможности, как только отправить вас, уважаемые профессора и историки, и вам подобных, к Википедии, самому доступному источнику информации. Вы можете выпендриваться сколько хотите, но в интернете других источников нет. Даже если я буду посылать вас на какие-то немецкие или английские страницы, вы, господа историки, да там трех букв прочитать не сможете. Поэтому, если вы не хотите, чтобы вас послали куда подальше, научитесь хотя бы работать с материалами в Википедии. Ну а теперь конкретно ближе к теме. Первая знаменитая победа, в кавычках, которой нам еще очень сладко пели в школе, это Бородинское сражение. Здесь я много говорить не буду, а предоставлю слово, на мой взгляд, достаточно интересному человеку, ну, по крайней мере, уж в этом вопросе он точно компетентен, это Евгений Понасенков. Он коротко расскажет о том, почему Бородинское сражение ни в коем случае нельзя отнести к победе российской армии, когда на самом деле один из самых бездарнейших полководцев, Михаил Кутузов, должен был быть причислен к позору русской армии, в то время как в России до сих пор его называют одним из самых выдающихся и даже гениальных полководцев. Одну секундочку, в 1947 году в журнале «Большевик» Сталин пишет, что Кутузов – гениальный полководец, который загубил Наполеона и его армии при помощи хорошо подготовленного корпуса. Двукратная разница в потерях. Да, вопрос вы уже сами задали, почему. При том, что у русских было больше войск перед сражением, чем у французов. И более того, Наполеон не пустил даже гвардию в бой. А гвардия – это 18 862 человека по ведомости из Гжатска, плюс главная квартира и почти 20 тысяч. Итак, 155 тысяч у Кутузова и фактически 110 тысяч у Наполеона из участвующих. И Кутузов израсходил все резервы до единого. Почему так получилось? Мы спросят, но это же невозможно. Кутузов окопался, мы же окопались. И вот здесь мы уже видим, что в 817 году есть оба названия и битва на Москве-реке французская и русская битва при Бородине. Итак, рассказываю. Вот здесь блеклым тоном показаны французские части и более темным русские. Как вы видите, я думаю, что вам тоже оттуда заметно, вот вся вот эта часть русских, весь правый фланг... Примерно как Наполеону с холма, мне видно. Да, правильно. Вот весь правый фланг русских, очень растянутый, он стоит абсолютно против пустой местности. Здесь нет ни одного неприятельского солдата, ни одного даже случайно пьяного. А Наполеон талантливо, так сказать, сгруппировал все свои силы, практически все, против центра и левого фланга русских, в том числе против семеновских укреплений, то есть потом они стали называться Багратионов и Плеш. Естественно, совершенно понятно, заранее было, что уже в 9 утра, значит, в 9-9.30 эти Плеши были взяты, и вторая армия Багратиона фактически уничтожена, и сам Багратион получил ранение, которое затем стало смертельным. Почему получился подобный, простите, бред? Все очень просто. Дело в том, что перед сражением Наполеон, как ответственный и талантливый профессиональный генерал-полководец, он произвел рекогносцировку войск противника в непосредственной близости от противника. Он подъезжал так близко, что даже два раза русские стрелки в него дали залп, по нему дали залп. А Кутузов в дрожках не на коне, а дрожки проезжали не везде. Это легкая полоска. Да, но они проезжали не везде, и в большинстве мест они не проехали об этом, пишет Алексей Петрович Ермолов в записках. Он посмотрел примерно, где стоят французы, ничего не понял, поставил большую часть войск перед абсолютно пустой территорией, и русские стреляли по русским же березам. Ну, просто по березам стреляли. И хотя у русских было больше орудий, чем у Наполеона, 624, а у Наполеона 587, но Наполеон их направил куда надо, а Кутузов куда? Бессмысленно. И поэтому все сражение Наполеон расстреливал вот эту центр и правый, и левый план русской армии. И когда трагедия уже была очевидна, без воли Кутузова, сами корпусные командиры были вынуждены перемещать корпуса с правого фланга на левый, но под огнем противника. И они шли бессмысленно на позицию уже под огнем противника. То есть это просто был расстрел фактически в упор. Это абсолютное преступление со стороны Кутузова. И он считается великий полководец. Почему? Потому что вы правильно начали цитировать. И я с этого начал свою главу в моей монографии о Кутузове. Именно Сталин это создатель мифа о Кутузове. Говорит, Кутузов сберег армию. Кутузов в том-то и дело, что он не сберег армию. Если бы он сберег армию, он бы защищал Москву. Или бы выбил Наполеона из Москвы, смог его выбить. Или бы окружил во время отступления и так далее. Не было уже армии, в этом-то все и дело. И даже когда подошли ратники, казаки, кто только не подошли, Кутузов выбил из Тарутина 130 тысяч. Всех, кого только можно. Профессиональных, непрофессиональных воинов. А сколько привел в Вильню? Меньше 27 тысяч. 100 тысяч почти небоевых потерь. Потому что сражений серьезных не было в период отступления. Битва под Прохоровкой известный миф российской истории. До сих пор говорится о том, что там была беспрецедентная победа российского оружия. Что никак не может соответствовать реальности. Для этого я обращался к многочисленным немецким источникам. Поверьте, по поводу битвы под Прохоровкой написаны сотни книг. Именно потому, что немцы в качестве проигравших очень серьезно копались во всех этих деталях. Им хотелось разобраться, где они проиграли, а где они все-таки выигрывали те или иные сражения. В странице, где называются реальные цифры потерь, очень много. Одна из них следующая. Здесь говорится вот что. Другими словами, в историческом научном обществе, немецкой армии, которая, как известно, находится в Постдаме, всесторонние исследования при содействии немецких и русских актов пришли к настоящему восстановлению хода событий. Выяснилось, что потери со стороны немецкой армии под Курском составили 252 военные машины, имеется в виду панцеры в том числе, то есть танки, против 1956 единиц военной техники со стороны Красной армии. Баиден флюкзойген ein ähnliches Bild. Самолетами подобная же картина. 159 deutschen stellten 1900 советischen машин gegen über. 159 потерь со стороны немцев и 1961 единица техники. Авиационной техники имеется в виду со стороны русских. В общей сложности потери среди личного состава Красной армии составили 300 тысяч солдат, в то время, когда Бермахт потерял 54 182 человека. И последняя, я бы сказал, очень точная фраза. Ein entscheidende Sieg sieht anders aus. И это верно. Настоящая, безоговорочная победа выглядит по-другому, господа. Как можно назвать победой, когда против 252 немецких танков было уничтожено почти 2000 российских. 1956. Про самолеты я вообще молчу. Получается, что всего 160 немецких самолетов уничтожили. 1961 российский самолет. Это сколько же на одного немца пришлось покрошенных российских самолетов? 10 штук получается? Так? И эта победа? Один немецкий пилот уничтожил, унес с собой 7-8 советских машин? Это как? И дальше колоссальные цифры. 300 тысяч солдат. Почти полмиллиона. Против 54 тысяч потерь со стороны немецкого вермахта. Вы считаете, что это можно назвать победой? Собственно говоря, я вообще не удивляюсь, почему после остались сотни тысяч свидетельств, писем солдат, которые остались живы. Они ведь сидели потом и в российских военных тюрьмах, и в британских. Очень многие солдаты вермахта провели еще по 6-10 лет в качестве военных заключенных, и их допрашивали. Они описывали события, свидетелями которых они были, и остались тома документов. Понимаете, тома, когда люди говорили такие вещи. Мы были в ужасе от того, что мы видели. После поля сражения куча русских раненых лежит, стонет, выезжает русский танк и начинает закапывать этих людей в землю. Они рассказывали, как бросали трупы, и немцы не выдерживали и хоронили русских солдат. А затем все эти данные собирались и были высланы после войны русским военным архивом. Почему так происходило? Почему Сталину было насрать, сколько людей там погибнет? Отдаваемые в жертву бесполезно, бессмысленно, потому что не было талантливых полководцев. Бездарные технократы, стремящиеся только к положительной сводке, бравшие какие-то города и высоты не потому, что это имело стратегическое значение, а только потому, что это соответствовало, например, дате Великой Революции или к дню рождения вождя. Вот такие настоящие военные преступления и гуманитарные преступления против народа происходили в этой войне. А теперь с какой-то толикой гордости они говорят, нет, погибло не 20 миллионов и не 22, погибло 27, потом стали говорить о 35. Сейчас говорят, что погибло больше 40 миллионов. Почему на своей территории 300 тысяч солдат погибает в танковой битве, а у противников погибает всего 54 тысячи? Как так? Кто был этот человек, который отдавал приказы? Кто были эти люди, которые отвечали за этих людей? Почему они бросали своих солдат, невооруженные с нестреляющими винтовками, на полностью вооруженного противника, который, кстати, находился еще не на своей территории? Как так могло произойти?